стимул, что люди на самом деле просыпаются, а люди на самом деле видят, понимаешь? Это идёт подтверждение самого факта реинкарнации. Это не только какие-то единицы, вот как просто слейпер видит, там что-то рассказывает. Это именно конкретный человек конкретно вспоминается, конкретно видит. У нас ещё идёт система, понимаешь? Уже больше десятка соратников, включая маршалов Победы, Чапаев Будённый и так далее. Порошил. Причём по всем идёт удары, первые удары, первые вспомнившиеся. Против нас, как мы их загипнотизировали и так далее. Первые вспомнившиеся себя в рое люди. Идёт работа на квантовом и на магическом уровне. Запрест на воспоминание. Потому что эта система, то есть, ну не могут галлиционировать десятки людей, потому что на сеансах с Моной вспоминаются. Мы даём конкретные техники, как взять сознание, опустить вот сюда Атланта, дальше как вспомниться. Ну ты сам в курсе. Это они допустить не могут. Несмотря на то, что сейчас куча других проблем, они всё, человечество топят, потому что просыпаться начали. Против нас идёт работа, против тебя тоже. Боятся, что ты вспомнишь формулу красной ртути и как сделать. Это свободная энергия, это их убьёт. Это энергия очищает и мозги, и всё. Боятся, что ты вспомнишь ядерное что-то, там же только разные технологии. И просто нужно показать, что это просто какие-то массовые галлюцинации. Вот пошли удары по миши, по... Как его там, жуков-то забыл. Костю. Костю, да. Просто я не прикрою. Если люди все поймут, что это всё реально, ложь то, что... Либо секта каких-то неудачников, психов. Реинкарнация, это всё реально, тогда трудно будет управлять этими людьми, будет невозможно управлять. Вообще нереально, да. Реально. И ни про историю, ни про религию, ни о чём больше не расскажешь, и их нечем будет подавить. Потому что они поймут... Когда люди будут знать, что есть что-то выше зарабатывания бабла, и... Что-то круче... Круче колбасы, условно говоря, то... Понимаешь? Поэтому... У меня сейчас опять идёт работа. Переполи с сетью были. Зависливые по... 7-10 ничего не слышал. Ну, мы начали говорить, что идёт работа против... Движения, скажем так, идеи цельнозора, цельного зрения. Людей нужно... Всех, которые рядом, остановить, показать, что это неудачники, которые хотят как-то реализоваться, что ли, как-то социализироваться. Вот они маргиналы, хотят как... В сказках себя реализовать, чтобы они какие-то были крутые, потому что жизнь ничего не досталась, не получилось у них. поэтому идут удары по людям, которые вот вспоминаются, чтобы остановить это движение, потому что люди, которые вот осознались, понимают, что что-то круче колбасы и материальных вещей, зарабатывание бабла есть, их не остановить. Их сложно управлять. Смотри. А вот плавно отвлечемся от этого всего. Вот смотри, вот я при каждой любой... Ну, возможно, там где-то в интернете, где-то с людьми общаешься, везде им говоришь, что, блин, нету все эти религии, все это хрень полная. Вам мозги засирают этим? Так. А вот, говоришь, вот реальные случаи реинкарнации, смотри в интернете. Я там что-то помню. Вот. Просто народ у виска начинает крутить. Они не готовы, им не нужно это. Андрей, всему свое время. Понимаешь? Ну, вот серьезно. Я тебе говорю честно, я по своему опыту говорю. Я когда-то говорила, что я вершина эволюции, если бы я должна была быть вегетарианкой, я бы родилась в корову, я человек, я буду жрать все подряд. А потом в один момент щелк, и ни мяса, ни ем, не поменялось, поменялось полностью все мировоззрение. Ну что ты, всему свое время просто. Не нужно ни на кого, ни в чем давить. С одной стороны, мне кажется, чем больше давишь, тем больше идет отторжение. С другой стороны, зачем ты свинью учишь летать? Ее функция другая. Не всем это дано, и не всем это нужно. Да. Ты смотри уровень человека. Ему нужно это. Большинству нужно пивко, поругать хохлов или Путина, это по ситуации. Даешь информацию, принимает, значит, человек уже достиг чего-то, уже дошел до чего-то. не принимает, ну, у него свой путь, или не время, или не та координата, мало ли. Те, кто не умеют думать и все принимают на веру, такие, они уже укололись. Конечно. Они поверили, они укололись, и подожди, два годика, и процент на соотношение думающих, не думающих изменится. В пользу уменьшения, конечно, общего населения, но уменьшится. Так что переубеждать это... Незачем. Незачем. Информацию давать, чтобы тот, кто заинтересовался, тот, чтобы мог найти информацию, мог получить, мог развивать дальше, мог думать дальше, это очень нужно. А если человек идет, вот это такая реакция, что ты дурак. Ну, как-то надо же людей не доносить. Я это делаю, меня гасит, но я это делаю. Но кто хочет найти, тот ищет, тот находит, тот приходит. Да, несмотря на противодействие троллей, которые там в личку всем пишут гадости, метод гнилой селедки. Илья, помнишь того Игоря, который там начал на 12 июня что-то погаючить? Игорь, Артем и прочих много, на самом деле. Нет, нет, нет. Был там, ты еще в ролике записал, который, я не видел переписку всей. А, который с Павлом там работал? Нет, нет, нет. Потом про него еще в админке писали. Ну, не помню. Сейчас. Ну, суть, он тебе начал долбить в личку. Нет, я с ним пересекся на других ресурсах, я ему как раз дал ссылку на твою страницу. Ну, перед этим долго общались. Сам он тоже умные мысли говорил, и тут он почему-то опять пишет, мне заинтересовался твоим сайтам. Говорит, надо там кое-что посмотреть, подумать. Ну, посмотреть, если заинтересовался. Сайт-то открыт. для того, он и сайт, чтобы его смотрели. Хочет большего, пусть работает по техникам, если готов идти еще дальше, если уже научился ходить, то как научиться бегать, словно к тренерам, то к Монину сеанс. Все в его руках. Я просто сейчас сижу и... Я вижу, что штормиет тебя немножко. Перестройка идет, перекодием. Да, перестройка, то, что энергия проходит полностью сверху до низу, единая где-то в России в районе лада. Прям необычно. Принимай, чувствуй, ощущай. На сегодня, наверное, достаточно. погуляй сейчас по травке. Да, босиком пройтись, да. Ребят, спасибо. Раду идти у вас. Давай, Пока, стикблах. Да.